Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча из цикла Царско-сельские встречи. Я ведущий Николай Якимчук, и у нас в гостях замечательный режиссер, призер международных кинофестивалей из Москвы Татьяна Соболева. Да, добрый день. Танюша, привет! Рад тебя видеть, потому что мы с тобой как-то встречались ненароком на международном большом фестивале в Румынии. Да, совершенно. Меня поразила твоя, знаешь, такая творческая активность. Ты все время ходила на просмотры, там многие манкировали, ну я в частности, мы там гуляли по городу, что-то еще, а ты как-то вот сидела и смотрела своих коллег. При этом и твой фильм, который там был показан, фильм о поэзии, о поэтах, как он правильно назывался, дорога? Прогулки без. Прогулки без. 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 Преточие. Прогулки без, да, многоточие. И фильм очень такой, знаешь, для международного, мне кажется, зрителя очень сложный, потому что это русские поэты, русская поэзия. Но тем не менее, румынские наши товарищи, друзья прониклись, и даже вот был тебе вручен приз, как и мне, впрочем, за другой фильм. И я считаю, это очень достойная работа, потому что как вот сейчас снимать поэтов, понимаешь, это вроде бы стихи-то уже, настоящие стихи никто не читает, да? Вчера вот Крючкова начала читать Цветаеву, и зал там где-то зааплодировал, хотя это была просто фигура, так сказать, речи в середине стихотворения Цветаевой, а зал, поскольку не знаю, хотя известные стихи, мне нравится, что больно не мной. А как современных поэтов снимать? Это что тебя сподвигло вообще сделать эту работу? Ну вот это и сподвигло осознание того, что уже не собирают поэта залов, там, не знаю, политех не гудит, люди не рвутся все это послушать, узнать, и как-то все это пропало. А поэты есть. А где они? Где-то куда-то ушли, так в подвалы, куда-то еще. Я походила по разным поэтическим кружкам, изучила поэтическую жизнь Москвы, но в результате переместилась в Петербург. То есть мои основные герои – это поэты-музыканты петербуржские. Вот, собственно. Вот видишь, какая у тебя тяга такая неистребимая. Кстати, я замечал не первый раз, петербуржцы уезжают в Москву, а московские люди, вот что-то здесь им очень интересно и притягательно. И был такой, ну, один из персонажей, как был он и есть, Михаил Башаков. Да. Да, Башаков-бенд у него есть. И он поэт действительно любопытный. Вообще, как ты, когда ты начинаешь работать со своими персонажами, да, скажем так, вот как легко тебе установить контакт с ними, выполняют ли они твои режиссерские указания или не выполняют? В каждом случае по-разному. Это же зависит от того, вот, что за герои, что за люди, как ты с ними познакомился. В данном случае Михаила я знала уже много лет, поэтому, наверное, было сложнее, потому что когда ты людей знаешь много лет, они уже не выполняют твои указания. Ты знала и любила его творчество, и любила, так сказать, как личность. Ну, конечно, да. Собственно, поэтому я вернулась к этой идее, то есть в Петербург, взяла петербургских поэтов, которых я знаю и люблю, поэтов-музыкантов, как основных героев. И еще там у меня три московских поэта, вот таких молодых, они как бы перемежаются. Там основное повествование от лица вот Михаила Башакова и Анатолия Багрицкого. Ну, такое вот путешествие по Москве. — А персонажам твоим, то есть, я имею в виду, вот, скажем, Башакову понравился этот фильм? Как, что он тебе сказал после премьеры? Потому что разные иногда слышу отзывы. — Ну, честно говоря, я не помню, что он конкретно сказал, потому что просмотр героям фильма это всегда очень сложная вещь. Потому что ты же видишь себя, и ты думаешь, не, ну я вообще не так, нет, совершенно. Вот, ну, а здесь как? Ну, разве это я? Это очень нечего. Это все равно, как смотришь, фильмы целиком. Также тяжело смотреть людям, которые знают этих людей, то есть, лучше на чистую аудиторию, которые не знакомы. — Ну, в общем, по твоему такому заувалированному и сложно сочиненному ответу я понял, что, может быть, что-то им и не очень показалось, да? — Да нет, нет, там отрицательных отзывов не было. Я просто говорю, что даже я не акцентируюсь. — Ну, без восторга, без восторга, наверное. — Не помню, не помню, да. — Не помнишь? — Вот, недавно это было, вот фильм-то ему года два-три, тут три, наверное. — Да, три года. Но просто мне кажется, во-первых, герой, хотя нет, вот была одна героиня. — Вот, вот это мой любимый фильм твой, который ты говоришь, что он тебе, так сказать, как бы легко удался или что-то в этом роде. — Так. — Да. — О русской женщине... — Светлане Сидоровой. — Светлане Сидоровой. Смотри, какой и фамилия замечательная, и вообще вот такой, русская женщина Светлана Сидорова. У нас, кстати, будет фрагмент сегодня, да, надеюсь? — Да. — Мы посмотрим фрагмент из этого фильма, и я хочу сказать, что этот фильм тоже ведь призер разных фестивалей. Каких? Скажи, пожалуйста. — Много, честно говоря, не помню. Был «Флэртиан онлайн», по-моему, приз зрительских симпатий. — В первене, да, «Флэртиан». — Да, получил или нет. В общем, ну, там ряд различных призов, арт-кино, еще что-то. Я почему-то помню только одно, что он даже был показан на кинофестивале в Зимбабве. В Доме кино мне с гордостью сообщили, о ваш фильм мы отправили в Зимбабве. — Так это замечательно. — Так это потрясающе. — Да. — Ну, вообще, вот твои фильмы смотрят, я смотрю по всему миру, да? При всем при том, потому что ты активно участвуешь в разных фестивалях. Вот Румыния, вот Зимбабве. Где еще, какие страны? — Ой, разные. Вот в этом году что-то у меня как-то было много. Ну, там была Чехия, Германия, Петербург — одна страна, «Флэртиана», «Перимь» — другая. Это целая страна, такие фестивали. — Ну, это вот новый уже, ты говоришь сейчас про новый свой фильм, да? — Да, это я так перспективно. — А вот судьба вот этого фильма про поэтов, она сложная, ведь вот кроме этого приза румынского, наверное, как-то, да? — Сложно, сложно, да, потому что, конечно, это не сейчас такой тенденции где-то к социальному кино, еще к какому-то, то есть вот так повествовать на голубом глазу про такую жизнь поэтов, ну, это не такое, конечно, зрительское кино, оно требует некой вдумчивости, хотя сложно... — Ты как бы пошла против течения, получается, да? — Да. — Вот как вот режиссеру, тем более такой очаровательной женщине, вот как идти против течения общих тенденций, а делать свое то, что ты считаешь нужным сделать? Где ты находишь силы какие-то, может быть? — Душевные, ну, не знаю, просто сложно делать то, что ты не можешь и не хочешь как-то, вот тебе кажется, что нужно это обязательно. Просто про поэтов в фильме я же много лет наблюдала там на квартирнике различные, там Бужакова, Багрицкого, как все это происходит, и этого как будто бы нет, вот где-то там в масс-медиа, еще где-то, этого как будто бы нет в нашей стране, нету этой жизни. Думаю, а вот она есть, подумаю, все-таки надо показать, что она есть. — Сделали фильм, несмотря на то, что вот, наверное, трудно было, наверное, субсидирование найти, да? — Ну да, финансирование там на поэзию как-то, ну, в общем, как-то нашли. — Давай, сейчас у нас есть возможность посмотреть фрагменты, давай посмотрим фрагментик, а потом ты расскажешь, может быть, какие-то свои ощущения, как сегодня вот ты смотришь этот фильм, что ты о нем думаешь. Покажите, пожалуйста. ПЕСНЯ 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 Ну да, дитё маленькое, а тем более больной ребёнок. Я уже полгода узнала точно, что он больной. Мне ж надо работать, чем жить. Шваровать не пойду. Вот она, Ваня. Чистейшая. Опа, водица-сестрица, напои меня и умой. Ладно. Класс. Красотища. Вот она, какая холодная водичка. Каждый день. Как во вход пошла, туда обмылась. Назад иду, напилась, обмылась. И крылья выросли у меня, и ноги выросли, и сила прибавилась. Вот мой дружочек, видишь? Одной из куша не бывает. Да, ой, зайчик. Танюш, ну вот замечательный такой, знаешь, и добрый фильм, и благородный, и ясный такой, прозрачный. Хотя, вот у тебя, ты мне рассказывала, какие-то сложились даже потом вот с главной героиней какие-то такие отношения. Она даже тебе что-то присылала, какие-то посылки с вареньем, там, с печеньем, да, что-то такое. Ну, она такой душевный человек, характер такой. Мы на постоянной связи, она вот его звонила и говорит, Таня, встречай поезд, Казанский вокзал, я тебе груши, орехи из своего сада и так далее. Посылки куда-то там меня постоянно зовет, и до сих пор. Это какой район? Это Южный, да? Это Ростов, на Дону. И, в общем, такая, если, на самом деле, кусочек такой небольшой, а если фильм посмотреть, в общем, такой драматический, драматическая судьба русской женщины, и как, знаешь, как раньше говорил Беринский, как в «Капле воды», в общем, вся Россия, да, последние, последних десятилетий российская история, вот через судьбу этого человека. Танюш, ну, а что бы ты, вот, может быть, сейчас хотела бы снять? Вот сегодня тебе пришел бы сейчас продюсер, ну, не знаю, в моем лице, сказал бы, вот, даю вам карт-бланш, любые деньги, любое, что вы хотели бы сделать? Ой, прям не готова. Ну, во-первых, я снимаю три проекта без финансирования, поэтому, если придет продюсер, расскажет, эх, я говорю, а вот уже идет процесс, там, три тоже таких интересных. Ну, расскажи, если о чем ты можешь рассказать. Один из них, кстати, вот, интересно, был у меня фильм «Документы любви» про многодетные две семьи, где две героини совершенно разные. Одна такая православная семья, а вторая героиня, Люка, она такая барышня в татуировках, такая альтернативная. Другой вид семьи, но тоже много детей, восемь детей. А все в Москве происходит или где-то в Москве? Нет, они там в Подмосковье. И сейчас я вот, один из проектов, это я снимаю как продолжение, вот именно про Люку, вот эту татуированную барышню, прошло пять лет, и как изменилась ее жизнь, там, она переехала из города, там, за город, она поменяла мужа, там еще, то есть очень много различных собак, наверное, поменялась, мужанок. Да, там вообще просто, да, жизнь кипит, бурлит, и тоже очень интересно. То есть ты, вот смотри, сейчас я понял, ты не бросаешь своих героиней, одни тебе варенье шлют, а другая вот героиня, ты продолжаешь наблюдать за ее жизнью. На самом деле это вот, ну, есть такие тенденции в документальном кино, где из фильма в фильм, если здесь интересный персонаж, знаешь, и вообще, может, любой даже человек интересен, ты знаешь, я иногда думаю, если вот так вглядеться и всмотреться в человека, вчувствоваться, про любого ведь можно снять кино, да? Если, опять же, скажи, пожалуйста, ну вот смотри, ты сейчас сказал три проекта у тебя, и что, не стоят продюсеры в очередь к тебе какие-то? Трудно вообще вот тебе существовать, как к такому действительно независимому, мне кажется, и такому талантливому режиссеру, не побоюсь этого слова, но это моя точка зрения. — Спасибо, в добром слове. Но не труднее, наверное, чем остальным режиссерам-документалистам в нашей стране. То есть одинаково сложно. У нас документальное кино немножко в такую нишу занимает, оно так немножко стерто с телеэкранов, там у нас только один источник финансирования, и вот все так как бы непросто. Поэтому последнее время, кстати, картины, которые звучат, люди просто берут и делают уже сами, да, не дожидаясь финансов, потому что, ну да, непросто. Это не делает кассу, не продается попкорн. — А вот смотри, а вот есть такая, опять же, тенденция, есть такие разговоры, они, наверное, подтверждены практикой, что на Западе как раз документальное кино очень востребовано. Не знаю, как в Зимбабве, но, во всяком случае, в Европе, в Америке, там много каналов. — Да, вот совершенно поразительно, что помимо каналов и вот на фестивалях, то, что я видела, когда западные фестивали, невозможно войти в зал, то есть даже на свой просмотр, потому что зал забит, и это не какие-то те древние почитатели документального кино, которые его помнят. Нет, там молодежь, люди разных возрастов, и они все туда рвутся. В Лейпциге я была, первый показ в воскресенье, 10 утра. — Это вот новый твой фильм, да? — Да. — Расскажи немножко давай об этом фильме, и потом расскажешь, как у тебя были показы, где было, что это за фильм такой, что-то с милицией связано вдруг. — Да, «Полиция» это называется. — А, «Полиция», прости, да. — Это «Оконной полиции в Москве» и о ее буднях. Фильм называется «Две стороны одной лошади». — Название замечательно. — Да, потому что главный герой, в общем-то, и не то чтобы полиция, и не то чтобы наши граждане, и не такой отстраненный взгляд со стороны лошади на то, что же происходит вокруг нас. Вот, например, в Москве, как в центре всех событий за последний год, там, политических, различных, религиозных, всех, вот, все, что бурлит. — И вот глазами лошади, почти как Маяковский, что-то он пытался иногда вот... — Да, кстати, у меня там и на титрах в конце звучит, вот мне Михаил Башаков спел как раз на Маяковского на титрах. — Как я немножко провидел это дело. Так и что, вот этот фильм, действительно, тебе не говорили, ну вот ты сняла что-то про московскую полицию, не позаказывали. Нет таких, не было разговоров? Кто не видел фильмы? Я просто говорю, вот сейчас со стороны так вот. — Нет, кто не видел, в основном как-то удивляются. — Удивляются, да. — Да, про заказ не возникало, наверное. — И вот этот фильм, ты говоришь, где-то в Лейтцеге его, да? — В Лейтцеге у меня был на док-маркете. Был он на послание к человеку, тут у вас в Петербурге. Выборги, окно в Европу, Флэртиана. Соответственно, сейчас будет на... — Ну, такие крупные международные кинофестивали, назовем он, да? — Да, совершенно верно. Сейчас будет на «Арт-дог-фесте», который будет в Москве, фестиваль Виталия Манского, тоже крупнейший фестиваль. Вот. Ну и дальше зарубежная судьба его стартует. — А это твой любимый фильм вот сейчас, последний твой любимый фильм? Или у тебя как бы есть какие-то другие ощущения от своих... Вот знаешь, последний, вот самый любимый, или нет? — Ну, нет, наверное. У меня самый любимый, самый медленный и самый, может быть, скучный фильм из моих. Вот фотоателье «Часы работы». — Вот твой любимый? — Да. — Так мы можем сейчас посмотреть фрагмент, наверное. — Можем. — Давайте посмотрим, друзья. — Ну, хоть бы кто зашел, ну, ну, это просто... Ох, где ж народ, где же его взять? Вот, это прям хоть чеки какие-нибудь. — Вот. Вот сюда, сюда, ко мне. — Отлично. — По три? Больше не надо? — А нам три минуты. — Лёд тронулся. — Так, прекрасно. Значит, поворотовый выгоню, немножечко, чуть-чуть, капельку. — Это сильно. — Так, хорошо. — Теперь будем смотреть перед собой. Подгородок еще можно повыше поднять, немножечко. — Чуть-чуть. — Да-да-да-да, вот так. — Пожалуйста, секундочку, глазками не моргаю спокойно. — Ну, теперь, молодцы, увидите, я вас немножко обману. — Все нормально. — Так, на голове немножечко вправо, чуть-чуть. — Так, две секундочки не моргаем, спокойно. — Все. — Подгородок можно чуть-чуть повыше. — Прекрасно. — Прекрасно. — Так, пожалуйста, две секундочки, глазками не моргаем, спокойненько. — Прелестно, прелестно. — Все. — Лиза, перед собой побегни. — Все, Лиза, погибайся. — Так, прекрасно. — Сейчас, пожалуйста, не шевелитесь. — Так, хорошо. — Все, Оля. — Ваши травы еще чуть-чуть ниже опустите. — Немножечко. — Ровно. — Вот, прекрасно. — Все. — Кто такая грустная-то? — Люба, перед собой, пожалуйста, в дырочку. — Вот, прекрасно. — Спешите жизнь, спешите жизнь, и все от жизни брать. Не все ли равно, не все ли равно, придется умирать. Что только, что прожили честно, и в жизни не вели смак. Кому берегли неизвестно, кому нужен старый башмак. Поверьте, за старость настанет, противен нам будет реализм. И то, и другое настанет, и встретить любовь или матись. — Витя, спешите жить. — Вот, самобранка пошла. — Ну давай, Паремыч, будешь? — Да, я возьму. — Меня перевели, а то они достались. — Доставай, там он все на кусок. — Вот сейчас, Лёв. — Давай, за знакомство. — За встречу. — Вот сейчас, поем. — Поем, кедрая, ведь завтра поход, усмеют в педру куман. — Поем, кедрая, пусть нам подпоет, седой боевой капитан. — Уходим завтра в море. — А дальше, ты знаешь, какую песню «Погранище»? — И ранний борой плеснет за кормой. — Знакомый платою долой. — Танюш, ну вот ты говоришь, любимый твой фильм. Вообще, у тебя много призов за твои, да, я знаю, что есть же они. Вот помимо Румынского фестиваля. — Есть. — Сталкер фестиваль, по-моему, у тебя. — Сталкер есть. — Крупнейший московский фестиваль. — Да, правозащитный. Там приз представительства ООН в России. — Вот так вот, не больше и меньше. — Прям такой вот приз, очень ценный. Для меня. Более того, на следующий год Сталкер наградил даже героинь моего фильма отдельно. Они выбирают героев фильма, которых награждать тоже. — Это за какой фильм тебе? — Это за «Документы любви» про многодетных. Ну, наши, собственно, фестивали. Вот дебютная моя картина, с которой я начинала, она объехала что-то очень много. Я не ездила с ней, она сама как-то путешествовала по миру. Только мне присылали там международный фестиваль в Тегеране. Там вот приз за лучший документальный фильм. Вот получите. — Прямо в Тегеране? — Да. — А в Тегеран тебя что-то не позвали? — Да, они меня даже не позвали, просто написали. Поздравляем. Это был мой дебютный фильм, 2004 год. Вот, Франсуа, вид на жительство. — Смотри, Танюш, ну получается, вот у тебя действительно много всяких вот таких замечательных призов. И в Тегеране, и там, и там. А как это влияет как-то на твою судьбу? Вот, не знаю, в разговоре с продюсерами, с какими-то, как вообще? Или, так сказать, ты... или это не имеет значения? — Нет, ну, наверное, имеет, конечно же. То есть, или ты делал какое-то кино, или не делал. Или ты награждался за него, или не награждался. Вот. Ну а так, чтобы прям вглубь веков не смотрят, конечно, а что предыдущие, а предпредыдущие, наверное, больше по последней картине оценивают. — Ну вот, какая у тебя самая успешная картина, скажем так? Самый успешный фильм? Не любимый, а успешный. — Ой, не знаю. Ну, кстати, «Русская женщина», да, Светлана Сидорова, вот она очень хорошо и много. И дебютный мой фильм, ну, он официально дебютный, до этого я две работы на кинопленку сделала там во ВГИКе. Дебютный фильм «Франсуа, вид на жительство» про африканца в русской деревне. Он тоже рекордное прямо количество. — А вот вообще ты с детства любила настолько кино именно и документальное, или как-то эта любовь возникла? — Нет, я о кино... — Уже в зрелые годы, я имею в виду, лет 16-17, когда ты думала, куда поступать? — Нет, ну кино как-то я относилась... Я театр любила. Кино как-то это было не мое. — Ну театр, ты могла бы быть кем? В идеале так, может, актриса, режиссер? — В идеале... — Где ты себя видишь в театре? — Не знаю. — Осветителя, может быть? — Может быть, осветителя, кстати. Хорошая профессия, надо подумать. — Да, нет, ну мы начинали там в юношеские годы. Был театр-студия СВ, там при ДКМА, и мы там занимались в театре, играем. — И ты играла? — Да. — Как актриса? — Да. — Там очень была бурная жизнь. — И что, и как ты вдруг в документальном кино оказывалась? — Ну потом там еще были разные перепитии, там я училась в разных институтах, потом я еще работала недолгое время в одном театре, не буду называть каком, и там был такой интересный режиссер, он такие давал интересные указания, я подумала, ну что же такое творится-то? — Ну работала в качестве кого? Приглашенная актрисы? — Да. Я думаю, надо же идти в режиссуру, ну что же происходит-то? И почему-то пошла в режиссуру кино. — И успешно, можно сказать, правда? — Можно сказать, да. — Да, на сегодняшний день. — Ну а вот внутренне, вот это внешние призы действительно, и твои фильмы все время где-то идут, вот сейчас в Питере тоже маленький фестиваль проходит, или как конференция ты приехала, казалось бы, востребована, а в то же время вот внутренне есть у тебя ощущение, что да, ты на верном пути, ты выбрал эту профессию единственную, которая тебе соответствует твоей внутренней сути, или какие-то есть у тебя сомнения, размышления на эту тему? — Ну, может быть, на данном этапе нету. Вот я сейчас сказала, подумала, после этого сразу у меня что-нибудь раз, и завтра случится. Нет, ну потому что, когда уже долго так, ну, относительно занимаешься, как-то погружаешься, уже понимаешь, ну, может быть, вот игровое кино, ну, другая часть, но опять кино, да, игровое кино. — Попробоваться тебе интересно было бы, да, в игровом кино? — Да, тем более я училась в большей части в игровой мастерской, поэтому это мне не чуждо, игровое. — Да, вот это вот у меня мысль есть и хочется, и надо, да. — И дай бог, осуществишь. — Может, в Питере ты любишь же вот здесь снимать, приезжать, здесь много актеров, таких, как бы, даже, может быть, не очень востребованных, ну, кроме сериалов. — Ну да. — Я, кстати, вчера посмотрел, ты не видел, чудовищный сериал новой про Шерлока Холмса, просто чудовищная залипуха, просто что-то запредельное, и рядом они, как бы, знаешь, как офицерская вдова себя высекла, рядом они поставили, это первый канал, рядом они поставили старого Шерлока Холмса с Ливановым, ну, как бы вот припстык буквально, то есть сначала шли две серии нового, потом это, ну, что-то запредельное. Я думаю, гигантское количество денег потрачено, да, есть хорошего качества, а есть вот поделка, ну, понятно, что это на коленке сделано, все это сделано, чудовищная драматургия, не знаю, там, кто это писал и так далее, вернее, даже знаю. — Да. — Но при этом гигантское количество денег тратится вот на какую-то лабуду. — Да. — Вот мы можем, Тань, как-то этому противодействовать, остановить? Или этот процесс вот отмывания этих денег, да, в кинематографе, который мы с тобой знаем, или это неостановимо? — Мы и останавливаем это своими действиями, вот тем, что мы продолжаем делать то, что мы делаем, вот невзирая, несмотря на… — И нас смотрят в Зимбабве, и в Анголе, и в Тегеране, а здесь как-то смотрят опять, значит, что-то такое чудовищное запредельное. К сожалению, вот по телевизору, да, ведь говорят, знаешь, о том, что сознание нации, да, самосознание, вот где, как оно возникнет, когда, ну, я не говорю про свои фильмы, я вот сейчас говорю о твоих, может быть, которые я действительно искренне люблю, то еще есть несколько режиссеров, почему вот все-таки не показывают их, ну, хотя бы пускай вечером, поздно совсем, на каналах, там, не знаю, «Россия», вот «Россия», казалось бы, государственный канал, почему же, ребята, вы не показываете, да? — Недавно была встреча, была встреча как раз гильдии неигрового кино с представителями телевидения и обсуждения проблематики, но телевизионщики, они говорят прям точно, что вы, киношники, вы не видите вот этого зрителя, а мы его знаем точно, потому что мы меряем рейтинг. Мы говорим, ну, бросьте мерить рейтинг, то есть они его вычисляют как-то там. — Ну, это все, сомнительная вещь, рейтинг и не рейтинг, дело, что надо думать о будущем России, вообще, это государственный канал, если было бы частный, окей, это ваши дела, там, рейтинги, мейтинги и так далее. А речь идет о том, что эти фильмы приносят какую-то энергетическую, я не знаю, там, нравственную, интеллектуальную пользу людям или не приносят? Вот та монтажная шелуха, которую кормят зрители, они не приносят, а наоборот разрешают человека. Вот такой вопрос, который, конечно, наверное, мы с тобой не решим с одного раза, но если ты почаще, Таня, будешь приезжать в Петербург и приходить в нашу студию, может быть, постепенно мы с тобой, нет, ну, будем показывать фрагменты из вот других твоих фильмов, которые мне бы хотелось, так что я тебя приглашаю на новый фестиваль в Петербург, не знаю, когда ты там приедешь, и, соответственно, давай продолжим такой разговор и посмотрим твои новые работы. Спасибо, Николай, с удовольствием. Они того стоят, как, когда говорят, знаешь, футбол, смотрите футбол, они того стоят. Вот я зрителей призываю, смотрите фильмы Татьяны Соболевой, Москва, они того стоят. Спасибо за внимание, будьте счастливы, здоровы, ура, ура, до свидания.